Здравствуйте! Уверена, что музыка, творчество делает нашу жизнь лучше. Ну а мы с вами, зрители, нам остается лишь радоваться. Радоваться очередной встрече. Сегодня у нас знакомство с новым музыкальным латвийским проектом The High Q. Прошу приветствовать молодых, симпатичных, с живыми музыкальными инструментами. Итак, я с радостью хочу сообщить, что мои гости, Кристоф и Марек, они много чего сочиняли, играли музыку. И тут вот решили, сделаем-ка мы песню на русском языке. А когда сделали песню на русском языке, а сделаем-ка мы хороший клип, который, собственно, мы сегодня и презентуем в нашей программе. Я вас поздравляю с такими новыми идеями, мыслями, с их воплощением. Ну, клип мы чуть позже покажем, а пока мы хотим показать вас. Вот кто вы такие, что вы, почему вы идете по этому нелегкому творческому пути, зачем вам все это надо, что вас вдохновляет? Ну вот как мы, один высокий, второй не так высокий. Ну почему? Ну, это наша душа, мы просто любим то, что делаем, и поэтому делаем то, что любим. И это все выходит из сердца, спокойно, свободно, без напряженки. Ну, вы музыканты, вы музыканты изначально. Один профессиональный, второй не так. А второй просто, ну, мотой. Просто самоучка, да, как называется. Он заканчивал магистр на чел. Ну и как теперь смотрят на вас ваши академики, коллеги? Думают, ну вот, теперь ушел в популярную музыку, что это такое? А те, кто слушает популярную музыку, думают, ну вот, популярная музыка все-таки может звучать так здорово, так профессионально. Скажем так, мы пока не так, ну, как бы... В начале пути. В начале пути, да, нас так много не знает. Марок, учитель в школе, да, ему есть сколько? Десять. Десять ребенок, которых он учит, да, каждый день. Марок, добрый или злой учитель какой? Добрый. Итак, друзья, ну, мне хочется, конечно, чтобы наши слушатели, наши зрители не только рассматривали ваши инструменты и не только смотрели видеомузыку, чтобы они, собственно, услышали живой звук. А это немножко другое. То есть, когда мы говорим о популярной музыке, поп-музыка, как правило, это то, что уже записано, это то, что уже есть где-то в ролике, где-то в какой-то фонограмме. Но все-таки у вас популярная музыка, она немножко другая. Она профессионально, хорошо звучит и просто вот на наших белых диванах, просто живьем. Да, мы так ее любим. Ну, скажем, у нас же ведь тоже такая клубная атмосфера, скажем, салонная атмосфера. И сегодня вы сыграете нам чуть-чуть живьем, а потом уже мы послушаем то, чем вы занимаетесь в студии и что, ну, как вы видите этот звук, как вы продюсируете свою музыку. А пока что мы послушаем. Вот пока мы покажем на латышком языке, а потом вы увидите на русском языке. Так, ну, поехали. Дзизмайр спэкс. Дзизмайр спэкс. Один, два, три. Дзизмайр спэкс. Дзизмайр спэкс. Дзизмайр спэкс. Субтитры делал DimaTorzok Так много разных исполнителей и авторов, и разного подхода вообще. Где вы себя видите? Вот каким вы видите свой путь? Посередине. Золотая середина. Золотая середина, да. Но хочется ездить, выступать. Да, конечно. Хочется новых каких-то путей в шоу-бизнесе. Это наша мечта, да. Большие арены, много видеоклепов. Шутите, шутите. А на самом деле ведь мы видим, что идея конкурсов популярной музыки, исполнительских, это очень такая, ну скажем, будоражащая, раздражающая идея для творческих людей. И многие наши, латвийцы, ездят и участвуют. И все мы знаем и про Маркуса Риву, все мы знаем, и Амината сейчас выступает. И кто-то ездил на разные проекты. И есть идеи? Или страшно? Ну как идеи? Ну, делать свою музыку, делать на разном языке, на английском, на русском, на латышком. И питаться, попасть в рынок. Это все зависит от людей, которые будут слышать нас, будут полюбить или не полюбить. Ну вот, увидим. Не знаем. И должны полюбить. Ну как вас можно не полюбить? Ну вот, смотрите, у нас есть в закромах, да, вот у нас уже почти готов к просмотру ваш клип, который сделан очень профессионально, богато, я бы сказала. Как вы снимали? Как вы придумали? Кто, собственно, этим занимался? Ведь все-таки видеопродукция, это немножко другое. Это больше, чем... Это не только треки музыкальные? Ну, скажем так, была идея просто ехать в Кулдыгу и снимать клип. Но мы не знали даже, как все будет. Взяли камеры, дроны и поехали и сделали. Слушайте, а дроны-то вообще запрещены над городом? Дрон, да? Не знал. Но если... Тогда у нас повезло. Ну вот видите, первое везение уже было. Это о многом говорится. Да, и вот то, что вы там увидите, да, это было просто рандом-идея. Это все... Город был полный, машины все время ездили по улицам, да, и как... Ну, один там кадр есть, где я хожу по мосту, да, один. Но это только один кадр и одна секунда, да. Ну, то есть вы не перекрывали движение, мигалок не было. Нет, там машины в двух сторон движение, но я думаю, там люди подумали, что я не в полном состоянии. Нет, почему? Все сразу стали наблюдать за тем, как делаете клип. А никто не видел ни камеры, ничего. Я просто ходил один по мосту, да. Там было холодно. И холодно. Все время меня вливали на голову в аду, да, и было плюс 14 только. Я вообще был в очень холодном состоянии. Может быть, выглядит, что там тепло, все хорошо, нет. Было очень-очень ужасно холодно. И сам в конце, да, я еще в Энтес-Ромбо там полежал. Ну что же, уже очень много препятствий и каких-то тяжелых моментов физических и даже физиологических было пройдено. Значит, впереди большой успех, впереди много нового. И я надеюсь, самое главное, что вам нужно, это зрители и слушатели. И сегодня их явно у вас прибавится. А теперь я хочу, чтобы вы объявили этот клип. Его точное название, ну и может быть даже режиссера, как положено в большом кино. Да, режиссер Ритмарс Блока. Спасибо вам. Очень-очень-очень хороший клип. Называется «Дыхайкию. Таю от любви». «Таю от любви». Да. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы появились. И я желаю вам хорошего такого, удачного творческого пути. Я надеюсь, что здесь, в этой студии, мы встретимся в следующий раз по поводу выхода русскоязычного диска. Да. полнометражного, и может быть, будет еще один новый клип. Я думаю, не только один, будет уже три. Покажем что-нибудь еще. Ну что ж, спасибо большое. «Дыхайкью». До новых встреч. И я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Пока. Забиваю лето Открываю небо Солнце грело сильно По нашему пути Улыбку твою вижу Глаза не отпустить Даю от любови Даю от любови Смесь и поверд в ветер Отдыхает вечность Солнце дало силы Нам продержаться там Узнали, это не вечность Спокойствие, это мир Даю от любви Даю от любви Даю от любви Даю от любви От огня бежали Друг друга держали Во сне летали Вернемся опять От огня бежали Друг друга держали Во сне летали Вернемся опять Вернемся опять Вернемся опять Вернемся опять Даю от любви вверх Даю от любви Дай от любви Дай от любви Добавил субтитры Алексею Дубровскому